Азбука молодой мамы Сердечно-сосудистая система Экология, которая предшествовала Так как гормоны плаценты Они снижают тонус периферических сосудов Поэтому давление, в принципе, при нормальной протекающей беременности Оно не должно повышаться Если давление у беременной женщины низкое И это доставляет дискомфорт Можно воспользоваться растительными препаратами Женьшиня, литурокок, лимонник То есть обычный зеленый чай Что-то, которое тонизирует сосуды То есть, в принципе, этим женщина может Пользоваться во время беременности Потому что растительных нет никаких ограничений Если только сугубо какие-то показания личности По переносимости Мочевыделительная система Это система, которая находится под наибольшим давлением Почки ведут двойную работу Под влиянием гормонов Здесь, наоборот, снижается тонус Мочевого пузыря Что может приводить к застою мочи Поэтому здесь организм женщины Наиболее уязвим к восприятию Инфекции мочевыделительной системы Поэтому очень часто при беременности Обостряется хронический пиелонефрит У кого-то этот эпизод происходит впервые Потому что посредственно того, что матка сдавливает Увеличивается при беременности Она сдавливает все соседние органы Давление происходит и на мочеточнике Соответственно, вот этот стаз, который постоянно происходит Снижение всего Это как входящие ворота инфекции Матка может вызывать затруднения оттока мочи Из правой почки Поэтому очень частое явление у беременных женщин То есть это расширение лоханки почки То есть ее анатомические структуры Из-за того, что задерживается моча Не факт, что это будет у каждой женщины Но это наиболее частая встречающаяся патология Когда проходит беременность Матка у нас принимает прежние размеры Что были до беременности Соответственно, проблемы эти уходят постепенно В любом случае контроль мочи Во время беременности должен быть обязательно Для того, чтобы врач, заметив отклонение Немедленно принял меры Профилактика, правильный питьевой режим Женщине рекомендуется употреблять Должное количество соли Чтобы она соль не задерживала жидкость Пищеварительная система Первый триместр У многих женщин беспокоит ранний гистос Тошнота работы по утрам Это изменение вкусовых качеств То есть не секрет, что там селедка с чесноком Мужья всегда очень смеются над своими женами Что в 3 часа ночи захотела соленого арбуза и прочего Да, несомненно, происходит изменение Кстати, изменения во вкусовых пристрастиях Связывают с гормоном прогестероном Его еще называют умным гормоном С его помощью организм определяет те вещества Которых не хватает ребенку и матери Именно поэтому женщина чувствует тягу То к одному продукту, то к другому С тошнотой можно справиться Изменив режим питания Нужно есть часто и по чуть-чуть Одна из самых частых проблем во время беременности Задержка стула, то есть запоры Тонус кишечника, перистальтика замедляется По действиям гормонов И поэтому женщинам очень часто это тоже волнует Вопрос, что можно принимать, естественно Ну, сначала, как я говорю женщинам Давайте попробуем обычными методами Которые каждый из нас знает То есть это чернослив, курага, растительные масла Побольше клетчатки, которая действует как метла То есть она выводит все ненужное из организма Кроме того, сейчас есть препараты растительного происхождения Которые разрешены во время беременности Свечи, порошки, которые облегчают процесс дефекации Ну, то есть нужно обязательно следить за своим рационом Чтобы не допускать, когда пища какой-то там Которая вызывает именно задержку стула Очень часто в связи с тем, что матка сдавливает кишечник Она сдавливает желудок И получается заброс содержимого Части содержимого желудка в пищевод То есть у женщин есть постоянное чувство изжоги С этим тоже можно справиться Во-первых, после еды нельзя сразу ложиться Как минимум 30 минут после приема пищи Необходимо двигаться или хотя бы сидеть К тому же не рекомендуется запивать еду холодными напитками Это затрудняет переваривание Опорно-двигательный аппарат В последнее время есть тенденция С увеличением срока беременности У женщины увеличивается подвижность суставов Особенно подвижным в этот момент Становится лонное сочленение При физиологических родах нам это нужно Чтобы облегчить прохождение плода Но если вас мучают постоянные боли в области таза Сильно меняется походка Необходимо обратиться к врачу И пройти дополнительное обследование Например, сделать УЗИ органов малого таза Соответственно, посмотреть лонное сочленение Не для расхождения костей таза Потому что периодически при симфизитах То есть проблемы именно с костями таза Женщине противопоказано естественное родоразрешение Разумеется, во время беременности изменения затрагивают молочные железы и матку Гормоны у нас действуют на мышечные волокна Которые содержатся в полости матки Соответственно, мышцы разрастаются Матка увеличивается в общем объеме Также увеличивается количество кровеносных сосудов Увеличивается кровоснабжение Поэтому увеличивается кровоснабжение наружных половых органов Соответственно, очень часто бывает Варикозное расширение вен наружных половых органов Ну и варикозное расширение вен прямой кишки То есть геморроидальные проблемы Также не понаслышке знакомы многим рожавшим и беременным женщинам Но, опять-таки же, это все решается Если вовремя заниматься этой проблемой Что во время беременности, что после родов Еще одно стандартное изменение Увеличение массы тела В среднем вес женщины увеличивается на 12 килограммов Ну и самое главное, что изменяется во время беременности Женщина – это центральная нервная система Ее психологическое здоровье Ее психологическое состояние И здесь прослеживается такая тенденция Что в первой половине беременности Женщина больше всего забудет Ее собственное состояние Ее собственные изменения Но со второй половины беременности Когда ребенок начинает шевелиться Беспокойство будущей мамы Сосредоточено только на малыше Самое главное, что здесь должна быть поддержка Своих родных, близких, семьи, супруга То есть, чтобы женщина ни в коем случае Не оставалась одна наедине со своими страхами Потому что все изменения, которые претерпевают Органы и системы Это все упротимо Это все излечимо, как говорится И к чему мы призываем Потому что, особенно у женщин У которых есть какие-то хронические заболевания Так как беременность протестирует все органы на прочность Это еще раз повторюсь Поэтому женщина должна наблюдаться у доктора И о своих каких-то изменениях Пусть даже незначительные Когда женщина говорит Вы сейчас будете смеяться Но меня беспокоит вот это Пусть женщина будет настолько предельно доверительна Своим лечим врачом Пусть она ему рассказывает О всем, что ее волнует Потому что это залог будущего здоровья Как мамы, так и ее будущего ребенка Здоровье – это драгоценность, которая дана нам от Бога При каждой встрече мы желаем друг другу именно Его Здоровье всегда красиво Но его легко растерять Призвание врачей – сохранять наше здоровье И Богородская медицинская компания всегда на страже Десятки великолепных профессионалов Сотни уникальных методик Тысячи довольных пациентов Богородская медицинская компания – это сеть клиник Которая охватывает почти весь спектр медицинских услуг Каждого пациента в Богородской медицинской компании встречают улыбки Умелые руки, доброта, отзывчивость и профессионализм врачей В клиниках каждого из нас ждут друзья, которые беспокоятся и переживают за наше здоровье Богородская медицинская компания заботится о нас и наших детях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин